Голосование прошло штатно, без существенных нарушений, заявили сегодня в общественной палате Чувашии. Там прошел брифинг, на котором подвели итоги работы наблюдателей на голосование за внесение поправок в Конституцию России. Функцию обеспечения общественного контроля на общероссийском голосовании взял на себя корпус наблюдателей. В Чувашии на избирательных участках работали более 7 тысяч человек. Ни один избирательный участок не был без присутствия наблюдателей. И ни одна внезная группа, которая проводила придомовое голосование и голосование на квартирах, также не была без наблюдателей. Все наблюдатели, которые принимали участие, прошли обучающие семинары. Кодекс наблюдателя был доведен до каждого из наблюдателей, что в последующем очень сильно помогло в том, что это голосование прошло без серьезных нарушений. В дни голосования в общественной палате работал ситуационный центр, куда стекалась вся информация от наблюдателей. Ежедневно центр получал порядка 50-60 звонков от жителей республики. Меня интересовала в первую очередь как доктора систему безопасности воли и заведения наших граждан. Как работают сами там сотрудники, волонтеры наши. Действительно, организация была действительно на очень хорошем, безопасном уровне. Вы знаете, вот сейчас как раз наступил тот период, когда, в принципе, нужно было высказать нашему народу свое мнение и свою позицию. Четкость организации и соблюдение всех норм безопасности подтверждают и сами избиратели. Оцениваю эти выборы на отлично. Как организовали, очень хорошо. Никакого столпотворения. Мы ходили 25 числа, мы прямо пошли на участок, на участке с соседкой проголосовали. А потом и около дома тоже приходили. Но я там являюсь зампредседателя, у нас кооперативный дом. Мы всем говорили, выходите, голосуйте. Опыт широкого общественного наблюдения можно считать успешным. И он пригодится на предстоящих в сентябре выборах главы Чувашии. Татьяна Иванова, Николай Скворцов, Республика.